Похоже, что это все-таки будет квапа зомби в оффлейне, потому что если это кэри в Райс Кинг, как это видит комплексити, то получается, что квапи они сделать ничего не могут. Никак, с Райс Кингом ты не будешь квапу на линии. И, соответственно, зомби тоже не лучшая цель для фокуса. Там постоянно будут дикей, квапа будет харасить. Ну, я так предполагаю. Может быть, они, конечно, не знают, что так делают. И тусику. Тусику пока тоже не сладко там будет. Гирокоптер. А, и будет саппорт на спику комплексити, который будет помогать. Может быть, зомби из тиневов. Но это попахивает бредом, если честно. Ну, Рубика забанили Team Empire даже сами. Ну, это чтобы... Ну, они будут сейчас любыхки саппорта с контролем банить, чтобы не убивали их тусиков в харде с гирокоптером. А вот, что банить комплексити? Ну, у Империи, по идее, саппорт будет. Ну, тут тоже, по идее, саппорт. Аппарат пули. Кстати, да. Если ты про хардлайнера таска, ну да, нужен еще один саппорт, есть аппарат. Обычно берется, там, в случае, если есть дазл, например, там, чтобы... Нет, таск может быть с линой саппортом, и они могут взять еще какого-то оффлайнера. Ну, есть такой вариант. Ну, вот, в данном случае комплексити считают так же, и банят Баунти Хантера. Ну, Баунти Хантера больше как и саппорт может зайти, да, тоже. Ну, я думаю, что все-таки будет какой-то оффлайнер. Та же... Ну, Бруда, конечно, не смотрится. Бруда в бане, к тому же. В принципе, Бэтрайдер неплох. И Акашу, и гирокоптер вытаскивают из драки. Никакого сейва нету. Ну, единственное, а есть Ласпик, конечно, они могут какую-то венку, там, Шадоу Демона взять. Сейчас посмотрим, что на уме у Империи. Да, времени немного, аппарат. Да, мне... Ну, что ты считаешь по пику Империи? Насколько хороший у них файт? Теперь они не могут прийти даблой Акаши-зомби в хард, потому что три стана и ручки. Там этот зомби из стана просто не выйдет даже, чтобы дикейдать после молотка. Да, сильно. Теперь надо думать. Теперь, может быть, будет какой-то лич, чтобы эту триплоу хоть как-то изолировать, чтобы оттянуть лайн на себя. С рейнджовыми саппортами проблема, то есть, ну, зомби выходят с саппортом стопроцентным. Ну, а второго саппорта нет. И, значит, рейнджовый саппорт должен быть. Зомби и гирокоптер они никак выдела не поставят. Может быть, они... Ну, контроля не будет, по сути, это же не то. Я ставлю на лича. Ну, непонятно, конечно. Я бы все же саппорта со стана взял с такой ситуацией. С каким-то, знаешь, обычно даже какой-нибудь Леон будет неплохо смотреться. Да плохо. Тут будет БКБшный скелет ИСФ. Тот будет, ну, такой более-менее бесконтактный бой за счет шардов, пульта аппарата в драке в начале. Они возьмут что-то такое. Может быть, чтобы в миде помогать доминировать. Может быть... Ну, сейчас, на самом деле, сложно угадать. Они могут что угодно. Саппорт спиритбрейкера. Да нет, я думаю, что будет какой-то рейнджовый. Если вот мид помогать такое, ну... Ну, как это помогать? Это ты будешь просто... Набегать, убивать. Феникс. Это саппорт. Феникс, это феникс... Это феникс, может быть, пойдет тогда в оффлейн. Слушай, а на нем пельминчик играет. А пельминчик, это феникс, получается, значит, вы зилейни против Тускара? Или что? Мы сейчас узнаем. Да, был. А, или нет. Или да. Был, да. С Виндл Малу он играет, и Лимб играли вот на таких коргерошах. Лимб на Керри, Квапа, оффлейнер. Может быть, мы, в принципе, угадали с зомби Квапой в оффлейне. Сейчас посмотрим. Давай представим команду. Да, сейчас, секундочку. У Империи. У Империи. Аллох играет на Керри в Рейскинге. Ну, Фир на Аппарате. Хвост на Лине, не изменяясь своим традициям. Саппорт с нуликом. Резоль на Эсефе. И Фанник побежал на тучики в оффлейн. С Виндл Малу он заиграет на Квапе, Лимб на Гирокоптере, Пингвинчик на Фениксе, Зетфрик на Тине, Ханскин на Андайинге. Ну, Квапа с зомби отправляются в оффлейн. Да, мы-то уже... И зависит от того, что, ну, как бы, если играть чухает, это Империя, то она, если придет туда триплой, то без шансов. Если будут стоять два в два, то проблемы будут у скелета огромные. Гирокоптер в топ, пойдет к Фаннику, не знаю, будет ли у него помощь или нет. Медовой Феникс, я так понимаю. Да, Пингвинчик в Миде играл. Хотя, хотя, не похоже на медового Феникса, судя по тому, что у него кольцо защиты. Да, это Сайдшоп нужен для этого. Может быть, все-таки Изи Лейн. Это Феникс в Изи Лейн, это Роминг Тине. Два миличных саппорта. Какой-то несуразный пик у комплекса, никакого контроля, даже под яйцо, только один станчик. Арун, он спокойно внизу заберет гирокоптер медовой. Да, медовой гирокоптер. Несуразный пик у комплекса, никакого контроля, реально там. Ну, может быть, экспериментальный для них, потому что они в любом случае уже не попадают дальше. Да, но, ну, ладно, я там не знаю, на самом деле, как и призовым, но Империя сейчас имеет одинаковые очки с Вегой. И хотелось бы до выйти повыше. И если там между вторым и третьим местом есть какая-то разница, то, как бы, Империя, я думаю, будет, ну, радость будет. Ну, а пока есть некоторые вопросы, поглядим все равно, что будет у нас. Как у нас отыграет стадию лейнинга, что сейчас очень важно для комплексити. Возможно, паузу просит, пишет, плиз. Что, плиз, плиз, не трогайте меня. Это, наверное, он просит хвоста, пожалуйста, уйти из центра. Да, он его будет просто уничтожать. Это буст СФ для душ, но я считаю, что СФ и так без проблем бы справился с герокоптером. У них у обоих базовый демейдж не такой высокий, и там, ну, как бы, в СФ рейндж побольше. Да, и думаю, что хвост уже понимает это прекрасно. Заодно и стаки здесь разводит. Он должен пойти вниз, я думаю. Да, он уже переходит вниз, параллельно сделав стаки на средней точке. И здесь, конечно, мы видим, какие проблемы у Рейскинга. Уже, да, да, это очень сильная линия. Заспамивают они очень серьезно, поэтому... Шел хвост, но хвост без стана, скелет, только если скист манго, на самом деле... Причем, кстати говоря, они дамыш расплитали. Довольно много дикей, я думаю, что зомби отсюда уже не уйдет, все-таки три героя. Ласков все-таки выпил. Да, да, нет, тут уже выживет, еще дикей будет, еще как бы кто-то не умер здесь. Через 7 секунд только, да, и проблем могут угрозить с Кингом, но он отступает. Дали дикей по скелету, а клопа бил или на самом деле могли бы и даже... Да, они могли бы вместе сразу Драгон Слейв, если бы он встил на смену Мелонза, мог бы Драгон Слейвом пробрить блеск, он так бы еще фласку не выпил. Я считаю, что это ошибка от хвоста, то, что он на первом левеле взял Драгон Слейв, и со стана ты можешь просто встать на хайграунд, человек не подойдет, если что-то ему напихаешь, и если что, перетянуться на триплу, поубивать. Он неопытный пока еще, Сашка, сейчас научится. Да, сколько в доте-то? Совсем чуть-чуть. Тусик выигрывает лайм у Феникса. Это на самом деле, ну, пока не то чтобы сенсация, да, но я бы не сказал, что он может быть, такое может быть, но вопрос, как бы, ну, как это будет дальше? Вот сейчас Феникс будет набирать с левелом, он просто, ну, не будет давать бить фанику. Тут главное фанику держать себя, так сказать, ну, в зоне комфорта. Да, 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 чтобы, чтобы просто не опустить ниже нужного предела, резолюшен спрашивает, а где мои крипы? Понимаю. Ну, да, вон там крипы. Затрик забросил тосом крипа и сделал отвод. Вот и ответ. А, Задайр тоже, кстати, тени пулит. Подзабыл и, ну, вообще, вроде это как... Ну, да, подзабыл. Подзабыл. Ну, на стороне Рейдент это все равно вылило гораздо часто. Ну, видели мы гораздо часто, что так происходит, поэтому можно было бы, Даря, и Задайр прозабыть совсем. Агирокоптер играет через ракетку макшенную, без плека. Это, на самом деле, очень больно. Очень больно там, да. А он еще и ботлом отпивается и продолжает. 500 дэмэджа на седьмом уровне каждые 11 секунд. 500. Ну, если ты, как бы, ну, это на седьмом, учитывая, что уже есть кулдаун, ты не можешь стоять близко. При этом, как мидер, он может фармить стайки, только Рокет Бараджин. Воз перетянулся на топ. Задача Фанника сейчас развести Феникса на... Глянь, миддл. Неплохая комбинация. Может возникнуть цифрик, даже прыгнет дальше, потому что у него есть босс. На Барадж. Барадж проехал. Кайлуи. И удар, и Залюшин делает перст-блатно, уфир был за фрика. И теперь еще из фрика здесь убивает. Какая ошибка в комплекте? Ну, это... Это просто провалить. Не, это выглядело зато красиво. Не, они... Ну, то ли герокоптер, то есть чуть-чуть не хватило. Задумка неплохая была, но герокоптер выбрал немножко неправильную позицию. То, что... Ну, и плюс там кто-то по-любому тычку не дал. Если бы убили СФ, то вряд ли бы так случилось. Внизу квопа. Агрессированный скелет, и скелет под ядом, ну, вряд ли он умрет. Ну, тут холостерски ему, да, танго отдаст. Но все равно... Слушай, это все плохо. Было очень близко. Если бы не танго, он бы погиб. Не, у меня фластичка была, но он не хотел бы тратить просто так, чтобы засейвиться от... Да, чтобы потратить. Лучше полностью трегенится выйти на линию. Аник лидирует по криптату в игре. Да. Так, СФ в инвизе, но это видео герокоптер, так что не получится... Ну, взял инвиз, это видео герокоптер, не получится соло фрага. Слушай, фаник такими темпами не просто еще, он мало того, что фармит хорошо, он очень быстро получит свой левел. И... Таск с фэлору спанчем. Очень многое на карте может сделать. Стану Ханскина, черингтач туда же. Все туда же, плюс колдфит Ханскин. Очень много деможа получает. Примерший тос летит. Тут хороший тос, он просто выкинул лину, которой я собирался дать рассказ. По тему, бывают трех ударов. Я думаю, что Ноу Ферзи должен погибать. Да, может погибнуть Ханскин. Он пойдет до конца. Отгоняет его хвост. Зэдфрик без маны полностью. Резолюшн, кстати говоря, там и гид подходит, но... Понятно, что... Он в миде. И Свиндл Мэллон сыграет в Янгах, он же. Позная Малоха. И хвосту может достаться. Я думаю, что пойдут дальше. Не, не стал. А блинк в кулдавне у Свиндл Мэллонза. Ну, а там пустые герои не прокликаешь. Ну, не знаю, решили не давить, хотя могли. Тиня молодец, делает спейс везде. То есть, ну, если бы он... Он сейчас просто засейдил зомби, как бог там затосил, застанил всех под тотемом. Возвращается Алоха. Паник получил шестой. В принципе, пока можно считать, что Тинь делает работу, но в целом, пока по крипам, ребята несколько отстают. В том числе, обратите внимание, как гирокоптер догоняет СФа. Гирокоптер не самый плохой мидер. Он просто... Он сейчас шестой, сейчас СФ понимает, что либо он убегает от ракеты и получает там четыре сотки почти, либо он остается и может получить сверху еще кулдаун и бараш. Ну, нужен либо второй герой, который будет сейвить от ракеты, либо надо самим проявлять агрессию и убивать этого гирокоптера. Я думаю, что внизу еще это не последний был замес. Низу ДД никто не берет, оставляют гирокоптеру, да. Паник без ТП, сейчас бы не помешало. В миде забудет банку. Намид перетягивается Тинь, может быть, найдет Лину. Да, хвоста видит, и он подкинет гирокоптер, я думаю, ой, подкинет, я думаю, по-любому таки нет. Да, таки все, кулдаун подсиграл. Кулдаун есть, туда же еще и Феникс приходит. Мало того, что у нее есть Супернова, это неприятно. Кайлайт и Резолюшн пошли, пошла Супернова и уже так же умрет Резолюшн. Диддфейк остается жив. Минус 2 взамен Гаву не ведают комплексити. Ну, хороший кулдаун, прочитал он, что СФ будет помогать, кинул, закинул двоих. Зомби обходит спину, может дойти науфира, сразу аквапа, если что, запрыгнет. Все, я думаю, что науфир здесь должен пойти. Да, он просто под вышку заходит, аквапа прыгает. Там папа пошел. Они решили убить скелета. В том, что побегут за науфиром, если Станбхански на его битвы. Куда он бежит под тотем? Ой-ой-ой. Стоитами, ну... Ладно, убивает, но... Ну, фиру еще, знаешь, атакилы для Сминул Мелон за Изи и для пингвинчика. Все равно здесь в комплексе Тенни плохо сыграет. Тенингс ушел в стопо. В Биде поучаствовал в двух убийствах, внизу тоже в двух. Вот так прогулялся. Да, вот так вот. Делает Мидас, кстати, довольно близок к нему. Интересный момент. Ну и Тенни, можно сказать, что... Опять пули плохо сыграл пока на карте. Оставили Фанника. Да, он там давно уже. Кстати говоря, мы не отмечали его ни разу. Он не участвовал ни в одной активности от своей команды. Ни на одной линии. Есть Арканбарк и есть восьмой вилл. Лайстрайк и Рейд, Драгонслейв. Крит все закончится. А если бы не Крит, кстати, может успел бы доивануться? Ну, может быть успел. Я думаю, что сам полетел бы отлиной тысячкой спины. Один ударом по-любому давал. Но все равно, да, Крит это Крит. Смотри, выход в мидал от Фанника. Первый раз он решил отметиться и на Лимпа заходит. Сто процентов успешно. Просто сколько дэмэджа не получится. Ну, паник, пойди, умрет. Дикей пришел здесь Ханскен, ставишь Тамбул. Кстати говоря, по-моему... Не ломают тотему в тени, через 2 секунды будет ТОС. Прежде всего, будут дайвить СФМ, окажется здесь, тени здесь. Бросай, так как, что будет Скрин там. Скрин, Шедл, Страйк, Резолюшн, Коилл. Стрин, Шедл Меллот погиб. Погиб потом СФ. Но пока еще 6-7. И я бы сказал, что неплохо все у комплексити. Я не... На самом-то деле, вот этим вроде бы непонятным изначальным пиком сейчас, да? Я понимаю теперь, в чем смысл здесь. Я понимаю, что Акаша не вкачала ульт на 6-ом, а за счет этого не убила... Да, кстати, это я тоже обратил на это внимание. ТОС. Вот помню ТОС. Сноубал, Нодрис Панч, до свидания. Забыл, наверное, Зетфрик о наличии Таска. Атетат убит скелета внизу. Но он получил 6-ой. Все, гиперокоптер изменил свои планы. Да, лим... 7-7. Экшн. 7-7. Что же еще тут у нас? Драка за дракой. Кстати, нет, он решил вернуться. Либо его пингвинчик надоумел. РСФ уже снизу. Плюс еще одна ТП-шка. Там есть лимбард. Это все байт. Это все байт на кого-то. Находит науфира. Кулдаун дает лимб. Яйцо разломают точно. Да, никак не поможет себе. Но он дожег там науфира. И лимб уходит. Анскин здесь. Никого не зацепит. А нечем просто. Далеко от этих натябряются. Закинет ли кулдаун туда? Нет кулдауна. А нет, он уже кидал, он убивал. Ой, не золь за этот тотем отдался только что. Ракетку не заметил, который у него летит. Синие еще хвоста там. Спуску сбоку убил. Да. И только след оттуда уходит. У него маны только на крест. Я думаю, что будут выбивать. Попы здесь нет. Ну и угрозы нет никакой. Там сайдорожеская команда. Парас. Рокет Барас. Шманик на топе нападает на оканскую. Ракета уже стоит. Так что скорее всего погибнет. У него в рейтинг. И лимб погибает. Такой размен. Ракеткинг предпочел стандарь ульту. Потому что у него вроде было 130 маны, стики. Ну, видимо, да. Видимо, да. Продолжаются они, кстати говоря, в рейтинге погибнут. В топе Акашу в стволы. Слушай, фаника жгут, фаника жгут. Он в лорус панч не смог скастовать. Сейчас шарды будут по тиннику. Нет, шарды летят феникса, а про тинни забыли. Хвост, наверное, сказал, что он сам заберет и хотим, чтобы паник еще кого-то заберет. Слушай, он пока его не забрал. Он функционул, но Драгонслейвом достал звену Мелонс. Здесь все так же пока без Соник Вейва. Попа, седьмой левел без Соник Вейва. И попал под лагуну. Хвост даблки. Паник сгорит, скорее всего. Есть, висит на нем. Его пьют, его отправляют бонки, но не получается все равно. Аркантапки, хвост, Кански. Здесь же Лайстрайк и Рейт, омбу поставил. Залетает далее Мингвинчик. Нет яйца. Но Тотем уже очень много зомби наплодил. Это минус скелет. И представитель аппарата, Феник умрет. Господи, что происходит? Кулдаун пошел от гирокоптера, там не проехал. Кому скелет пытается... Да, стоперет по кулдауну, много дизейблов еще подождает. Зомби сжить, и Дикей на качи убивает. Да, минус склип, убивает его Резолюшн. Найстрайкер и мимо, Ханскин все еще здесь. Четыре стака Дикей. Они знают, где зомби, думают, что... Ой, зомби, ну они бы хотя бы могли тебе поверить, что ты улетишь. Нет, не поверят. ТП в кулдан. Ти не возвращается, бесконечная драка, кого убивать хочется... Может хвоста, конечно, он более тонкий. Но оттуда Тос полетел, не убили, да. И Джетфрик погибает, жадность его погубила. Это просто мессиво. 11 минут 30 фрагов. Жесть. Ну что ж, а те фраги, которые сейчас сделала команда Эмпайр, конечно, золото им очень много принесли. Во-первых, они сделали их несколько больше. Мы видим, что вот у нас на Fight Recap'е последнее, что отметилось. Напали на квапу в миле. Да, тебе... Веларус Панч, что тут сказать. Эта квапа, мне кажется, вчера уже расстроилась. И решила как-то провести перед последним днем хороший взвод. Потому что до седьмого левела не качать ультимейт. Когда вот такая хорошая была линия, закидывает уточки постоянно. Очень много она дает. Ракетка, фаника. При всем этом замесе Империя уже ведет порядка пяти тысяч. Дальше, замес в лесу. Феникс сжег хвоста и ушел. А там, кстати говоря, на комплексе все заходят на бот. Также The Freak туда приходит и все остальные. Есть Мидас у Феникса. И еще полторы тысячи сверху. Есть готовое яйцо. Слушай, а у Алохи в кулдаун не крест. А каше бы Sonic Wave не помешал. У него просто ник так. Да-да-да. Через Y. Акаша без Sonic Wave, это, ребята, ну я не знаю, им просто уже скучно жить, похоже. Слушай, Фаник под Инвизом может интересную драку начать. Там ее начинает Хвост, Финдл Вэллус может погибнуть, шлики. Выживает он, врывается под Эприку. Здесь Snowball неплохо сработан в фаником. Кулдаун пошел, Хвост может погибнуть под кулдаун и ничего не успевает сделать. Резолюшн вместе с Олфиром уходит. Яйцо надо добить. Не сломают, я думаю. Нет, не сломают. Они сломают, ну что, один удар стоит все сделать. Истан Каскина. Лимм расстреливает Рокет Беррежем. Нужно забрать Лимм. Резолюшн, но чем более бьет под Селик Тачем. Коил минус Лимм. Сминомеллоу, забирает Ташка. Качать Sonic Wave, убей аппарата. Красава. Ух ты ж. Качал неужели? По чему струсилу? Он думал, что это бесполезно. Испел, ему сказать, пацаны вкачали. Да, еще и умер от урны. Я думаю, что Тинни заберет еще скелета сейчас. Ему нужен кто-нибудь. Скрипчик или скелет тоже подойдет. Тимвайп, 5-4. Не король. Остался королем, да, пока Тинни выложил тут. Давайте в 5-3-к посмотрим. Из-за того, что много фрагов было сделано, и Тинни сделал байбэк. Так что фактически было сделано 10 килов в данной драке. Видим разницу по деньгам и по экспе. По экспе, конечно, разница несколько больше. В пользу команды комплексити в деньгах несколько меньше. Но опять же, в пользу команды комплексити. И вот, как все это выглядит после уже на графиках. Да уж, у нас 15-й минута матча, еще 23-19. Сегодня день контрастный, на самом деле. Если мы видели сегодня, как команда Вега, или кто там нас... Как корейцы устроили жару. Да, как корейцы устроили жару, когда этого не делали. Когда Вега выиграла со счетом там 13-3, если я не поймете, не изменяет. И как сейчас, уже в 15-й минуте мы имеем такое количество фрагов. Вега сегодня не проиграл. Подожди, а кто еще у нас играл? Значит, не они сыграли. С корейцами играли. А, первая игра была комплексити. Вега. Вега комплексити. Да, точно. Вот они там и выиграли. Почти без киллов. Ну, по всем этим замесам, все равно, по Нетворцу лидирует SF, с довольно-таки большим отрывом от всех. Сных паник, он накатится. Накатится, да, и Велрус Панч даст, из-под клуба оно временно уходит и удалить это Айс Бласт. Харфос работал, напальник должен добивать его. Все будет размен. Ай-яй-яй, он умирает, и Лимб может погибнуть, он ТП 6 назад, спасение добивает. Погибает, погибает. Внизу, напали. Да, напали, убили. Ах, так не успел сейчас. Не отпрягается, будут забирать на кашу, подкрадывается с левой резолюшкой. Нужно крейт и накоил, успеет ли накоил, нет, блинка, успеет. Оил есть, прямо очень точно. Ну, вот никак вот здесь, Тиме только если ими как. Не пытайся. Застань, застань, застань. Застань, может получиться. Ой-ой-ой. Не успел он взорваться. Ну, зато, в принципе, сделал даблкил за 3. Ну, как сказать, даблкил. Не считая, а мог бы сделать трипл, если побил в Рейс Кинга, а не быть у него креста? Минус 4. Замбе занят просто, был. У него там наверху свой бизнес-план. Сейчас, пацаны, я огоним. Пайпикап. Еще немного. Полторашечка. Полторашечка, да, почти полторашечка. И 8к, смотри, деньги где рисковали. Деньги в резолюшн вливаются прям раз за разом. 11, 4, 4кд. Вот у него и понятно, откуда такая сумма. И блинкдагер, я ему прикупил. Акаша собирает микрономикон. Хочет скелета как-нибудь. Мидл, кстати, выходит импайр, надо добить вышку. Добьют ее, скорее всего, без особых проблем. СФ, она достается вновь им, пополняет водительные запасы. И Алоха, БМ там, даже, наверное, блинкдагер не помешает, как ты думаешь, в ВК. Что ж ему еще взять-то? Армалет, конечно, но... Ну, либо блинкдагер он возьмет сейчас, либо радианс. Ну, как бы радианс, по идее, с СФ, там, это довольно жадно. Тебе не хватит форма на всех. Скорее всего, будет блинкдагер. Да, этим временем смог от Эмпайр. Прямо в миг, прямо в лоб, прямо на лимпа, сноубол из троих. Сейчас будет тортем, у нас как-то птини, может, если выживет лимп. Удар, много демо Джалагу на минус один. Да, тут ребята, тут ребята просто не в то время, не в то месте напали. Они не могли ожидать, что люди захотут, а комплексы из них самые собрались смог. Но, знаешь, им нравится это. Им явно это нравится. 28-25. Кпапа на 11-м взяла Sonic Wave 2. Как ты считаешь, это правильное решение? Или можно было плюсик в качать? Я считаю, что блинк в 4 был бы актуальнее для него, как всегда. У него же так все хорошо возле Sonic Wave 2. Бегал где хотел. Да, умирал. И при этом тебе не говорили, я что-то ульту не дал, ты говоришь, что у меня или нет? Взял блинк, включил инвиз, идет внизу, возможно, порвет Акашу. Но Акаши появляется Аура СФ, интересно, заметила ли она это? Видимо, нет. Ну вот, в следующий раз будешь замечать. Ну, парни вроде там неплохо играют, там, Qualen International, да, вроде? Да, где-то было. А таких элементарных вещей не знают. Тинни в спину зашел на миде, цепорт Тинни уже с Даггером, еще полторы тысячи сверху. Хочет убить кого-нибудь, но там слишком много героев. Но про него не знают. Отличная позиция для Колов, напасть на миде. Уже активно пингуют, давайте, нападем. Так, Ханскин. Там вард поставил хвост, заметил его, отступает. В том числе Лимп уже ставит ракету на хвоста. Там приходит Z-Прик, убивает хвоста, сразу накатывается Фаник. Солри практически полностью выхиливает Z-Прика. Туда также дает стан еще и Янг, он же Алоха. И отступает команда Эмпайр. Пока не хотят драться здесь. Ну, реально складывается впечатление, что эта игра ничего не решает. Но для комплекса точно, а Империя как бы ржет. Может быть, они не в курсе? Кинни. У-у-у-у. По-моему, тимничный сможет убавиться. Выбросил обратно. Тускары. О, Феникс. Там его просто съели. Это Ласт. Мимо от Ноуфера. Тируан разбирает команду комплектики. Мне кажется, что-то и движет, и они пойдут дальше. Кулдаун есть у Лимпа. Есть Ханскин тоже. Да, и суперновые. Ну да, и все. Идут дальше, не стесняются. Резолюшн уже, мне кажется, пожалел о том, что взял Блинк. Думает, что не так уж и хорошо он зайдет. Он думал, полное мясо, фраги забирать. Временем СФ тоже сплит пушит резолюшн. Глиф прожмет, наверное, команда комплекса. Т2 потеряют, скорее всего. Ультаппарата. Что, 8 секунд? Да. Потеряет, потеряет. Мне нечего пока. Тут, может быть, хоть Тир-1 заберет 2000. Алоха. Такой Тинни, как бы, на 2 левела выше, чем Керрик. Они идут дальше. Это интересное решение. Учитывая, что нет. Довольно опасно. Никакой мейкет. Я думаю, что это... Стан. Айс-класс. Далеко они не уйдут. Неплохо. Лимп-минус. Ханскина там подцепили на ворекс. Ликшоттускар точно зацепит гордыща. Есть униквейв, есть. Просто новое. Ой, а есть суперновое. Униквейв есть. Дед прикрывается лагунов Ханскина. Там еще стоит. Круй, как много дэмэджа. Получили, ребята. Фаник все еще в игре. Аноуфир также пытается отступить. Фаник там урной отфиливается. Я думаю, что погонятся. Сейчас будет какой-то сноубол. И вот сейчас будет дайв. Да, лимп выпал. Но лимп вообще-то мертв. Не знаю. Ну, Феникс полетом. Я не знаю, видит ли империя зомби с квопой. Если увидит, то, конечно, он уйдет через сноубол. Мы can go, he is dead. Да, да, да. 20 секунд мы его подождем. Блинвинчик в шардах, уходит на дайвинг. Если Фаник увидит их, то еще могут позабирать. Нет, все. Да, а в данном случае еще интересно, что ВК тут сделает. Он просто пришел. У него еще есть крест. Да, да, да. Поэтому он и байтит. Ребятки, попробуйте выбить крест. Ну, комплексы эти пойдут перегруппируются сейчас. И пойдут, наверное, ломать опять дальше. Но у них это не особо сильно получилось, если уж так заметить. Могут поломать они, в принципе, в импайр. У них хороший куча лонг-рэдж нюков. Ты не можешь зайти на хаграм. Просто ультаппарат, астан, скелета, шарды. Ну, все. Все герои с миллионов нюков. Они даже без меки. Феникс уже сшивый, кстати. В 20-й минуте. Ну, хенд омидос. Графики в нуле. Жестко. Это месиво. 31-29. 60 фрагов за 20 минут. 3 фрага в минуту. Феникс, несмотря на то, что вроде как стоял на самой линии, был фрифарм. За счет этих смерти потерял все деньги. То есть даже Тинни его там обгоняет по нетворцу нереально. Это нет, не обгоняют. Написано, что у них одинаковые нетворцы. Значит, я не вижу денег фаника. Таггер. И ничего. И ничего. Тинни, походу, тоже делает некра. Или, мне кажется. Тинни купил форста. Ну, интересно. Комплексы, типа, собирается за топ-1. За Т1 на топе подраться. Ох, сейчас им ультаппараты прилетит через всю карту. Ну, посмотрим, посмотрим, чем все закончилось. Вард. Ставит свиннул Мелонс. Сейчас нет, ну, у кого-то каких-то в драке преимущества, я считаю, пока не появились БКБшки. Вот у кого первый появится БКБ, тебя будут доминировать. Это будет либо гирокоптер, либо СФ. Ну, примерно равно. Сейчас ультаппарат на полете через всю карту на топ, там будет потасовка. Дай, дай, дай. Майка. Хочешь найти? Ребята давят вообще за вышку всем. И ракетка, кстати, летит. Айсек пошел с Городомшана. Ультаппарата потянутся на полной. Захватывается, блядь, Ванника не смог топнуть назад, у него снова полный. Ой-ой-ой. Хорошо сыграно. Команда Эмпайр минус синий, Свидл Мелонс минус хвост. Один в один разыгрались. Сейчас Ванник отбежал на хосте. Далее мы видим, что команда Эмпайр в этот момент забирали Рошана. Да, Т-2 потеряют его, не вернуть. А Лутаегис через пять минут пропонет. Рейдинг, что будет собирать Феникс, это же. Но чисто теоретически. БКБ или рефрешер. БКБ тоже здесь актуально. Ну, бывает, Тараски берут, но тут. Но тут не надо. Нет. Там аппарат. Килет 3-700, Радиан, все-таки. Клапа, у нас тут книжкой. Да, игра один, бесконечный замес. На самом деле, элемент рандома здесь решает больше. Там, понятно, на томе количественных файтах и так далее. Ну, а если выглядит серьезно играющим, единственным игроком. Да, есть такое в нем. Ну, как Феникс, еще Феникс, в принципе, нравится. Еще с Тензином позвали, он не может держать. Словали вард колов, но я не видел. Интересно, что будут делать колы. По-моему, они собираются пушить мид. Ну, конечно. Может быть, предварительно строить какой-то ганг. Кем появляется в аппарате? КБ на гирокоптере, БКБ на эсэфе. С фрик на блинке, с форстафом в смолке находится. Видите, сейчас хвоста. Ой, хвост. Внизу убивают Акашу. У аппарата убивается сейчас Тенни. Забрасывает его. На бой мы видим, как Акашу находят с Игилом. И тут, как тут, находится Алоха. И 54 секунды уходит. Квапа. У Фрика не получилось добить аппарата. Ребята подоспели вовремя. Ну и посмотрим, как реализуют свой Аегис-то. МПР. Получили Аегис. Может быть, БКБ-шку доформят на эсэфе и пойдут в бой? БКБ-шку на эсэфе и они не ждут радианса. Они вообще никуда не спешат. Потому что явно выраженного керри в комплекте нет. Геракутер, который только с БКБ. Сейчас будет драка. Ой-ой-ой. Неплохой эс-власт. Видим, как быстро убивает Феникса. Теперь еще и Реинкарнейшн замедляет всех. Их под кулдан падает Лоха. Под кулдан падает и Резолюшн. Дерется он без меги. И без БКБ-шки. Забрик, Лагуна, хвостом сыгранно неплохо. Надо отступать комплекс. Геракоптер закрыт. Да, 7 секунд. Геракоптер там стоит. Сверху же Лайстрайк и Рейд. Ракон Снейт. Таск накатывается. И еще сверху Таск. Также забирает еще один фраг. С водороспанча. Забирает Томбу. И тут можно сказать, что великолепно сыгранно. Если бы еще и Алоха выжил, было бы еще лучше. В таком случае бы только Аегис пошел. Фокус Феникса через ультаппарат. Без такого одетого Феникса в драке ничего. Худ купил. Он делает пайп. И БКБ готовы уже у СФ после такой драки. Ну и Тер-2 забрать. Имеют возможность, пока команда комплексти находится на фонтане. И несколько выбрались вперед вновь, имперцы. Они делали так уже не раз, но с этими хаотичными драками. Чем больше ты делешься, тем сохранить преимущество за собой как бы сложнее. Потому что не всегда ты можешь контролировать ситуацию полностью, когда ты лезешь драться. Почти всегда. Ну, постоянно. Они знали, что в муске я тут весь жизни. Они знали, что там у СФ от весь жизни. И, ну, как бы их не было там клапы. Их ничего не остановило пойти подрать. Ребята, ну, в удовольствие, я бы сказал, свои играют на самом деле. Потому что, если бы они даже эту игру, ну, пытались выиграть, они, мне кажется, занимались бы более продуманными действиями. СФ отжалу к Вапору, ну, на топе. Некра 3 спалили СФ, он нападает Феникс, Шива. Подведи Некра, нету Вижена. Сейчас увидим. Нету уже Аегис. Обратно. Ультапарат хороший будет. Очень хороший ультапарат. Далее Лимб. Он не успел скастовать кулдаум, его хвост только что начал. И улит, и он раскастовал кулдаум уже непосредственно по ребятам из команды Эмпайр, но хвост уходит с ТПшки, и ничего сделать не может Лимб с этим. Его развели на БКБшку. В принципе, и БКБ успел заюзать СФ, но эфир уходит, у него ТПшки нет. Плюс у него ГЕМ в руках, он бежит куда подальше. Гоним на зомби. Наконец-то, помнишь, сколько он его фармил. Тетрад скорее. Ну, до следующего Рошана непонятно. Либо комплекс тебе. Продолжит дайвить, либо все-таки они дождутся этого Рошана и устроят там нормальный файт без вот этого мертвого Феникса. Телет отменил себе Родиант, покупает БКБ первым артефактом. И Даггер купил. Зачем копил 4000? Только драк пропустил. Есть варта, империя прекрасно знает, где колы. Ну, видимо, они идут по миду навязывать драку. Да, в принципе, чё, у них есть Ринкарнейшн опять. Он уже так-то третьего левела, поэтому каждые 60 секунд у него будет Ринкарнейшн. На топы тут Фениксов тоже получится 16-й, и уже яйцо будет практически невозможно убить. Да, это 11 ударов. Выгрили смог? Да, смок от комплексити. Вовремя приготовили имфаник, очень хорошо выходит с пламя горы. Не хватает до 16-го, это может быть вообще, на самом деле, роковой провал. Всё, смок заревелили. И сейчас имеет возможность либо нападать ферме, и нападают ферме именно Эмпайр. Играет Миндл Мелон, зато, что это на блинке, пошёл кулдаун, Резолюшн, пока выгывает БКБшку. Продолжает атаковать некров, который там охотится. Теперь ставится яйцо, яйцу нужно атаковать, Рекмалдсоулся, Резолюшн выходит из-под яйца. Команда Эмпайр также стягивается назад. Фрик настигает команда Эмпайр, Лайстрайк и Рэй, досит, ноу-фира. Очень хорошая склада, летает, играет в попу. По-троим убивает в попу. И лимп накатывается на него. Фаник также Белорус Панч, могут убить его, пытаются подхилить его пингвинчик, но не тут-то было. Феникс тоже без полета. Канскен тоже погибает, примерз, надо добить чуть-чуть, но некому, некому добить. Фаник. Феникса убьёт. Да, Феникса убьёт. Фаник вместе с Алохой. Также лоу-хп там, обратите внимание, здесь Ханскен всё ещё бегает. Ну и на него сноубол уже, да. И подожди, ещё тут Тинни. Манта, что байбак андаинг. И здесь хвост находится, и все остальные хвосты, также Лайстрайк и Рэй. Зетфрик пока пытается уйти. Ему не дают сделать блинк, на нём мурно висит. Ханскен погибнет ещё раз. Может, химислистить, но не очень много хп после. Ой-ой-ой, азбласт пролетает мимо. И мимо Зетфрика, и мимо Ханскена. Дальше. Слушайте, опять эти закипятные драки с байбаками. Да, это рак. Зетфрик ханскен. Раковую ошибку реально. Зомби уже наборовался 3000 здоровья. Дракон Слейв, Лайстрайк и Рэй. Не справится, Лина, не справится. Справляется. Если бы он ей сейчас ещё зарядил дикей. Справляется. И лимб. Ну, наконец-то, сколько фраков. Когда это закончится? Я думаю, что уже Фейтрика кто-то был. Горокоптер пошел мстить за свою команду. Это закончится, когда кто-нибудь умрёт без байбака. Ну вот, вот, Фейтрика, 2700 получает команда Эмпайр. 2700 за всю эту драку. Зомби топли, Магер. Смотрите, как выглядят графики после этого всего. Ту-моршествия. Слава богу. Слава богу, закончилось? Ну, почти закончится тогда, когда... Диме покупает себя полностью мобильнее. И ещё больше мобильности. Пошел на охоту на скелеты с ультом. Вопрос убьют для него два раза. Он открывается с шелублейдом. И пошёл Рекарнэйшн. Он уходит на блинке. Убивает блинк. На этом, походу, всё закончится. Рошан, минута 40. Мне кажется, там будет роковой момент. Причём силами комплекса только через некров могут они убить этого Рошана. Иначе это займёт очень много времени. Их по-любому спалят. Ультам аппарата там пристрелят. Посмотрим. Тем не менее, несмотря на то, что команда Эмпайр, на самом деле, сейчас смотрится сильнее, чем команда Комплексити. И довольно сильно смотрится там, допустим, тот же самый Резолюшн. В Комплексити всё ещё как-то непонятно, но рвутся в бой. Хочу отметить шикарную игру Акаши, которая топ-3 с конца по Нетворфу. Без ультимейта. Да, есть такое. И гирокоптера Смиди, который за ним БКБ тоже. Это, видимо, был их план, а не типа у нас сигнатурки гирокоптера Акаша, а на самом деле, получается, злобиетини. Тип того. Тут уже не скажешь, что в суппортов разменялись, когда за гирокоптера невелика потеря. Империя собирается поддавить Нид. Да, а им спину, возможно, хотят зайти в комплексити, или смысл всего того, что сейчас они делают. Это будет Рошан, да, перед Рошаном какая-то команда должна навязать драку. Они видят героев внизу, но тут трое колов, мимо разбежались, просто никто никого не видел. Мне кажется, сейчас зомби окажется виновником всего этого разбега. Да, уже ставят Томбу, живёт недолго. Очень недолго, даже БКБ вынужден был поражать Резолюшн. Остатки команды, комплексные здесь уже есть. Лимб даёт БКБ, даёт кулдаун. Фанек из-под этого всего хватит, получает прокаст от Сприка и Лимб, Рокет Бередж. Резолюшн разультился, играет Свиндл Мэлон, за тот пока более-менее отступает, бьют там не кровь. Скелет без маны справа, его бьёт Акашил. Да-да-да, и хвост старается подключиться. Но вот то, что тут защемились ребята из комплексити. С фениксом, феникс, с фениксом не должны они отсюда отпускать, я думаю. Не-не-не, они это уйдут. Дают, по крайней мере. Скелет без маны. Да. Ну зря, то они лезут хрен знает куда, то они боятся пустых героев. Там СФ без БКБ, скелет без маны. У вас есть всё? Продолжают идти 4 на 4. У аппарата уже появился у димейт. Возможно, сейчас через блинк скелета стан какой-то фокус будет. Клубит аппарата. Да, секунду даггера. Всё, никакого даггера не будет. Беги просто крест. Он вновь идёт в бой, спецфулман и совсем остальные плюсы. Всё, а на вид минус. На ветрах подбросили сприка. Не могут убить, они и ты сейчас не всё взорвётся. Но это уже мало решает, на самом деле. Попала в 1,8 лет. Да, в этот момент пока было яйцо. Разобрали всех, кого могли. Неплохо сработан с Минал Мелонзом. Расстреливает он там с Санрея. Считай, убивает хвоста. Подходит Ханскин. Вернулся. Да, все вернулись. Сейчас продолжение вот этой вот натяжной драки. Феникс погибает, скорее всего. Давится он недалеко. Ханскин. Кирит того, конечно, он очень сильно. Всё ещё силён довольно-таки здесь Ханскин. Но очень сильно смотрится он. Смотрите, как он убивает Резолюшн. Резолюшн погибает после этого. А тут надо ещё... 3400 хпл за. 3800. 3800. Что дальше? С аганимом. Его надо убить. Он всё ещё жив. Ещё один Дикей. Но... Посмотрим сейчас. Это босс какой-то. Босс объявился грушку. Да, я опять могу заметить очередную шикарную игру от Акаши, которая всё, что сделала за игру... Это выжарил ломану скелету? Не крайне, да. Радиент Мидл Тауэр is under attack. Я кажется, его пикнуты в команде после этой игры. Ну, посмотрим. 16000 сейчас получится Акаши, тут она подумает, жарно пошло. Феникс не делает рефрешер, на самом деле был бы вообще... Две шивы, куча спиритов. Я просто подумал, что надо чуть пофармить. Купил все доминатор, сейчас все будет стакать интенсивно. Время пришло, 35-ая минута. Есть Рошан. АСФ без душ, колы могли бы попробовать забрать Рошана. Рост близится к своему аганиму. Ну что, с Рошаном, да, ребятки? Ну, Рошан стоит, ждет. Рошан летит ультаппарата. Да, туда, кстати, только-то Климп заходит, он там один его бьет. Вместе с Бригом теперь уже залетает туда ультаппарата. Гирокоптер явно передумает, потому что лишь от одного ультааппарата у него снесло пол-хп. Ну там, Рошан еще нащелкал. Ребят, не останавливайте, что у них пол-хп. Вообще ни капельки. СФ без душ, вот сейчас может стрелять СФ. Тут три героя нету рядом, подмоги никакой. ТП-шки только если и БКБ юзать, но там очень быстренько пол-хп продавливают. Может, Sonic Wave? Может, Sonic Wave, друг? Может, Sonic Wave? А вот и Sonic Wave. Да, и ракет. Он умрет, он умрет. Он умрет, да, и там видим, как команда... Слажка по другую сторону. Эмпайр продолжает драться. Здесь у нас находится Алоха. Танц Виндл Мелонза. Залетает Пингвинчик. И Моуфир, слушай, опять же ультует великолепно. Калдаун идет, но он спирмаш погибнуть. Тосят на него Фанника. Возможно, то же самое даже спасают Фанника. Пойдет дальше, сейчас Феникс туда полетит. Добби продолжает накидывать ДиКея. Гоуфир динает хвост. Да, врывается Слитл Мелон, приходит Ганскин. И это потери. Фанник тоже влез. Ого! Жесткая. А ведь жесткий этот Алоха. Может, так вот и ностонний плей. Не пойдут ломать базу, а по байбекам у нас... По байбекам вот какая ситуация, мы сейчас выйти на экранах. У ССФ и байбека нет. Турскар тоже с таких остальных тоже. У всех остальных тоже. Может, пинаться. Может, может. Тиня кого-нибудь в него закинет, он такой, ты чё, щит обратно. Ну, я думаю, что это минусу-торонна. Захиливает нормально там Санрей и Феникс. И крипов из своих тиммейтов. Они ломают вышку, уже на величный барак набрасываются. Пайп, где пайп. Это фрик, правда, без маны вообще. Поэтому ребята пока от пурок до пушат и уйдут, они даже драться не смогут. Им надо срочно хиляться и идти на Рошана. Пока есть время, пока ССФ воскреснет. У него 11 всего лишь душ. Он очень долго будет набивать. Хвост приобрел аганим. Надо фокусить зомби. Эти растянутые драки... У него почти окторин. Эти растянутые драки, они... Ну, вообще, не как империи. Ну, нету там скелета с радианцем, который кого-то жгёт. Или ССФ, который раздаёт налево-направо. Всё это... Время это на зомби играет. Пайр пошли на Рошана бегом. Скорее всего, думают, что ой, сейчас забирают команды комплексити. Ну, они ультам аппарата... Либо сами попытаются. Они все к ультам аппарата увидели, что их там нет, прожили смог, пошли туда. Колы всё это видят, у них есть вард, они видят, как скелет зашёл. Ой, это вообще невыгодно империи здесь сейчас драться, у них ССФ без душ. Посмотри, какое количество отыграли комплексити за одну драку. Нет, по факту это камбэк. 10 тысяч за... Ну, 10 тысяч за... Тут даже не посчитали. Тут плюс бараки, плюс киллы. Да-да-да. Видно, что с одной стороны, видишь, сколько киллов произошло, посмотри, вот здесь, снизу, такая полосочка. Да-да-да, всё, в одну калитку понесло. Всё в одну калитку понеслось, и всё отыграли. Салкераса приобретается алохой. И ДД берёт. Вот это повод пойти на Рошана. Феникс купил палку за медлявку. Видимо, скелет её достал. Мидитавр можно задинать, но я думаю, не будут ребят этого делать. Вдруг придётся байбайки на Рошана делать, это ближайшее место, куда можно телепортнуться. Да, вот как вы из байбайки на Рошана. У Тинни, у Квапы. А вот теперь главный комплект, чтобы понять, что там скелет один бьёт на Рошана и не встать там толпой. Ты его тоснить своим, может быть. Может, кстати. Давай к своему. А он потом рекордом, и их много за дизейбли. Феникс ставит Феникса. Тем самым Драку как раз-таки пытаются расплитить резолюшно. Там бьёт вся оставшаяся команда. И всё равно живёт его пока имперты. И СФ поражал БКБ. Он отступает, потому что без БКБ вообще. Но у Фирмы, что погибнется, Фрик примёшь там и ноги. И как много дэмэджа сейчас отхватил Рейс Кинг, он же Алоха. На один ударчик убегает. Алоха уходит на блинке. Свиндул Мэллоунс из Фрик подбрасывает его сноубол туда и приходит. Ребят играет Свиндул Мэллоунс, а Свиндул Мэллоунс убивает, убивает Алоха. Паник, Валрус Панч. Ханскин перелетает сюда. Гонится он за резолюшном. Там резолюшн, там даблкилл делать лимб, резолюшн скорее всего уходит. Но это значит, что ещё есть кому попушить в команды комплекте. Там тиней перехватывает. Ой-ой-ой, какой. Блин. Вовремя, да. Рошан, как бы, можно развернуться убить. Да, можно Рошана развернуться, пушить не стоит, хотя линии все довольно близко. Но они на самом деле довольно близко. Двое калёных, туда прилетит только парада, а не закончится, это идея Рошана. Зомби опять за 3000 хп. А с акторином у него дикей будет 3 секунды кулдаун. Да. Это жёстко. Это очень жёстко. Так, бутерфляй, гирокоптер приближает. Тоже бутерфляй. Ультапарата летит на Рошана или нет? Может они не знают или... А вот летит, летит. Сейчас летит ультапарата. Как бы кого не убил это, а он безогонимый ещё. Ну как бы за 50 фрагов в своей команде, ты мод бы. Там просто хвост, хвост не запортил. Ну вот это на самом деле похоже на проблемы у Империи, потому что нету стороны, плюс Рошан. Всё, что это зомби с акторином. Есть акторин? Сейчас скоро будет уже. Я думаю, что комплексите пойдут по миду, там уже подбитая пушка. Но Фир пытается добить... Аганим себе на топе. Затишье перед бурей. Ну, я думаю, что команда зафармил живые артефакты. Графики полностью вышли в ноль по деньгам. По XP ещё некоторые преимущества на стороне Team Empire, но это уже не особо важно. Начинаем заново. Да, можно сказать, что начинаем заново. Вот, правда, герои уже довольно серьёзные. К-6700 до Хиггса, зомби чуть-чуть до Акторина. Я думаю, что дождутся, артефактов пойдут. Байбэк статус только единственный, мне кажется, что имеет значение. Байбэк у Империи нету. Либо в кулдауне. Карл же байбэкался, ССФ уже байбэкался. А, нет, это сегодня хватает просто немножко. Голды. Тинни покупает гиперстоун. Видимо, Кираса будет. Хотя я уже никакому артефакту не удивлюсь в такой игре. Тинни, нападёт сейчас на Тинни. Ой-ой-ой. Неудачно. Попа, забирать Хекс. Дабл дамаг. Алоха. Тоже отступает. Рут, вперёд, комплексити. Ниха Егис. Навязываю драку, да, Саегис. А был висер? Вроде не было. Вторая минута. На топе, по-моему, не было. Напал с Хексом. Поставь топов. The Freak. На Фанника. Фаник. Сноубол. Он в Тинни едет. Тинник своим его покатил. Забирают. Это Фаник без байбэка. Фаник и без байбэка. Пиром импаяр будет гораздо тяжелее дефать. Крипы далеко пока. Аппарат до коняста добился вагонем. Я думаю, пойдет продаж из телепорта. Так, будут заходить на ХГ или нет? Да, да, надо крипов подвести. Акаша занялась с мудилами. Подводят они. Так, Алоха Стан. Начинает. Резолюшн уже рядом. Забрасывает там криповый, чтобы пушить тавер. Шадоу Страйк в Рейс Кинга. Отступает назад. Много комплекса. Старается, может быть, хайграунда вывести, но не тут-то было. Аегис выбивает Лина. Он же хвост. Теряют Т3. Нету лагуны. Я думаю, что комплекса никуда не отступит. Хотя задумывается, может. Все еще четверо империи. Опачки, поехали. Резолюшн. Сын, он неплохо. Мы были парады по одному герокоптору. Или в какой фокус демедж. Ой. Ницо, яйцо. Ницо. Ницо, сусорон. Не могут. Не успею. Что не мы? Все, ребяточки. Масаду сжигает за... Байбэк и резолюшн. Резолюшн. После байбэка. Вкбшки ведь так же у него в полдауне. Он просто так отдается. Гирает детей и тут все. Вот шумок зомби набирает... Три семьсот. Три сто. Ой, выбер... Как же ему не хватает в такие моменты Блэйд Мэйла? Ты представляешь? Да, да. Как ему насовывать четыре героя там, да? По четырем тысячам хп. Ты считаешь, что они по себе четыре тысячи. Ультра килл резолюшн делает. С байбэка. С байбэка, да. Ну, отстояли свои два барака. Потеряли Т4 и Т3. Блин, это не заканчивается никак, но мне кажется, время импаяр сейчас им на руку не идет с такими героями, как в комплексе. Сейчас время идет импаяр на руку, потому что они в байбэке откатываются. Паникой, развлекайтесь катапультой, просто толкает ее там ультом и так, и сяк, иди сюда, шарды туда же. Уработал катапульту. Ну, а полностью там резолюшн линию отпушивает. Не знаю, был бы смысл, может, зайти там чуть-чуть поколупать, может, или хотя просто спушить линию, там по максимуму заработать денег, все по максимуму и вернуться. Первых, надо воскреснуть сначала колон. Империя-то вперед, по-моему, вообще не собирается. На базе постоянное ЧП. Резоль сломал, два пошел пока четверо в таверне. Зомби не хочет покупать себе ни Актарин, ни Блэйдмейл. Ну, Блэйдмейл категорически, представляешь, сколько там, да, в него всовывают, чтобы его убить? Именно так. 50 голды до Актарина зомби. Тинни до Кирасы тоже остаются копейки. Ну, возможно, они оставят байбэке, уже игра, грубо говоря, в их руках. Нападают на гирокоптера в миде. Хвост подкрадывается с лагуны, бац, бац, бац. И смог убить, не смог выбить 100 хп, зажал, стой, и ультаппарат мимо. Обратно укатывается Сноубол. Сминдл Майлонс прыгает за Фанником, Фанник уходит на блинке. Но, опять же, нет хвоста, а это значит, что вчетвером будут МПР. У хвоста нет байбэка, вновь идут комплексити. Хвост увидел гирокоптера, пробегающий мимо него с полхэпэ, ну, всадил лагуну, осталось 100 хп, он думал, что по-любому хватит. В итоге может сейчас ключевой ошибкой стать. Кинни ищет цель, кого выкинуть. Нет вардов на хг, не знаю, в какой позиции империя. Сеф, байбэк, кулдаун 5 минут, спуск артожа байбэклса. Килету не хватает, 600 золот. Боятся заходить, я не знаю, надо заходить. Надо хотя бы развлекать их дикейми, там, пару дикей кинешь, вот тебе уже там пятиханка. Но 46 секунд не будет хвоста. 46 секунд. Хотят запустить крипов слева. Крипы вообще надо далеко. Врываются. Брико в лимп, стараются сыграть как можно быстрее. Плюс айс-класс, все остальное. БКБшка врубает. Куда он пошел? Деможи много нужно выдать. Не захилил его, к сожалению, он дайк. Он дайк сам при этом все еще жив. И додерется до конца. Сейчас будет в рейс кинг. Ни еще ринкарнешно остается после него. Фаник справа убивает от зомбиков. Клопа, и Клопа еще добивает? Да, и Клопа добивает. Упал лишь один пока гирокоптер. Фаник, и Байбэка. Будет два пайпа, две шивы, два мидаса в конце. Ну, два яйца, это уже самое понятное. Скелет на самом деле страшненький становится. Напали на тебя. Вот и скелет действительно страшненький, довольно-таки. Он резолюшен окончает из лаки. Ну, денег на Байбэк ему сейчас с лихвой хватает. Предчувствую мне подскаживать, что Акаша слева сейчас останется убивать пачку крипов, и скелет ее за это накажет вместе с Сэфом. Нет, Сэф уже... Да, да, фиксует резолюшена. Приходит. Ну, рано спалился. Надо было подождать, пока Хекс кончится. Нет, она никак не ожидала скелета. Может, ультаппарата подстрелит? Три секунды кулдаун. Нет, он уже уходит на базу. Рыжки. А так бы агонимным ультом можно было бы добить процентов. Сатаник появляет в своей Сэфе. Теперь слоты точно кончились. Ну, можно еще дагер заменить на какой-то с Кадзи и тинки на Травелла. Но пока деньги давать не... Добывать негде. Тениг спасти до Биори. Зомби... Будет ли вам брать Блэйд Мэйл? Мне интересно. Или хотя бы Гост. Или хотя бы Топ-Лис. Блэйд Мэйл... Имеет довольно-таки... Я думаю, больше... Больше того, что ультимейты не успели среагировать. Но они будут гнать, мертвые зомби. Без Байбэка. Знает. Знает, Резолюшн Делинд находится. Не без ТП. Да, он погибает. Шарды. И без Байбэков. БКБ. Заканчивается дело. Я уже Байбэки показываю. Да, действительно отсутствуют у таких героев, как Гирокоптер Андайинг. Надо сплит пушить. Срочно всех крипов убивать, чтобы Империя не могла запушить колов. Может, Соник Квейв крипчиков дашь? Одну минуту ничего не будет происходить. Ну, видишь, что они грамотно все сделали, распушили все линии. Империя даже с убитыми героями не может... Ой-ой-ой, СФ, по-моему, оказывается посреди трех чужих героев. Они бы гурить Бараки побежали с Некрами и Тинни. Есть Гриф. Приходят, они отступают. Зедфрик. Лагух. Зедфрик попадает. Вот все. Имперская. А может, еще и спрячется? Да, пойдем. Не-не-не, шеет. Ну, заодно, вот Тинни такой... Не ключевой, они стянули все. Но, да, они стянули и не дали пушить команде МП. 109 киллов было сделано в рамках данного матча. 109 киллов. Графики почти в нуле. Да. Как они выглядят? Каша 5000. Феникс тоже, я думаю, без Байбека будет брать. Хотя, авантюрное решение. Рошан появился. Да, чекнул же Пингвинчик. Мертвый Тинни. Без Байбека. Небольшая пауза. Рошан за Империю, я думаю, останется. СССР туда придет. Ну, Тинни нет. Байбека. Надо только добежать от этого туда, СФ. Скорее всего. Да, матч сейчас продолжится, так что. Недолго мы с вами тут будем сидеть без дела. У вас приобрел даггер. Да, и уже. А лох на рожане. А Егис Сыр достанется Тим Эмпайер. Но есть герой, у которого попросту уже нет слотов под эти предметы. Под Егис и под Сыр. СФ продал Сию. Освободился слот под Егис. А, нет, принес им КБ. Да, вот Курьер долетает. КБшка там у Квапы тем временем. На Егис Сыр лежат. А Егис Хвост забирает, говорит, мол, Сыр возьмите. Фаник забирает Сыр. Я уже узнаю Хвоста. Не знаю, сколько еще будет продолжаться эта игра. Без байбеков никто никуда не идет. Эмпайр не могут выйти с базы. Кайва Сифа не появится. Трвела, мне кажется, вообще этого никогда не случится. Знаешь, многие изначально, наверное, до матча предвещали, что он будет недолгим. А мы уже сидим 52-ая минута матча и счет 59-50. Экшен мы предвещали, но не до такой степени. Ни одного игрока нет байбеков. МКБ у Рейс Кинга и рефрешер у Феникса. И под Смоуком находятся команды комплексити. Они без скелета. Они без скелета здесь, Империя. Феникс встревает. Может погибнуть. Хвост сверху пытается помочь. Лайстрайк и Рей. Феникс приходит, вылетает. Ставится. Все, ставится и суперновый. Был уже Соник Вейв. Хвост погибает. Выбили с него Еггерс. Резалюша начинает драться. Феникс в рефрешер. Подходит Фрейс Кинг с Фениксом. Да, тут очень много проблем у Империи. Лимп, много дамажа получил. Блин, он встанк с рефрешером не сделал второе лицо. Сейчас мы можем строить такой переворот. Да, тут, по-моему, Империя сейчас будет давать так давать. И продолжает. Да, там 4К ХП. Нападает на него сейчас в Рейс Кинг. Его убивают, пока он примерз. Очень много дамажа ребята дают. Очень много. Это конец. Лоу ХПшный лимп, лоу ХПшный клопат. Вступают в разные стороны. Квапе повезло меньше. Это Гудлайк Резолюшн. И по байбекам картина очень скудная. Надо подпушить крипов и, в принципе, они снесут трон сейчас, я думаю. Да. Еще. Айс Бласт на одежде поймать гирокоптера, что тот просто на линию ушел под фонтан. Боже, Феникс после рефрешера влетел в драку опять, влетел под стан Лины. В итоге низко снова второе яйцо. Хвост затащил. Хвост затащил. Хвост затащил. Хвост бастиус аппорт. Да. Еще бы ты нет. Сашка Универсал. Ну, тем временем. А что, ребята, бараки, да, что тут говорить? Я думаю, что в трон должны. Хотя сплит пушат, тем не менее. Они просто сломают все стороны. Да, здесь занимается бараками. Алоха на топ перемещается уже Резолюшн. Они будут еще основные герои в кол. Где-то порядка 30 секунд в среднем. Начинают уже потихонечку они появляться. Стивник через 5 секунд будет. Бли, фортификейшн прожимается. Резолюшн думает, что почему бы и не устроить прямо здесь. Надо прям тут что-то, не знаю, сыграть. Попогресси. Ну да, да, да. Как обычно бывает. Кулдаун дается. Из-под него все выходят. Резолюшн начинает грызть лим. Погрубается от Алик. Тот отступает. Врывается также. Феникс ставит яйцо. Начинает бить Фаник. Но понимает, что бесполезно. Уходит сноубол. Зетфрик приходит. Начинает бить. Здесь отбрасывает нафиг от той силу на Лоху. Лишь бы тот не пушил. Но мне кажется, последняя линия сейчас вот-вот в комплиссии упадет. Все равно последнюю драку мы с вами видим. Резолюшн не падает. 120 секунд без резолюшна. Пингвинчик. Все остальные Фаник. И сейчас погибает. Как видимо Лоха. Пошел Ринкарнэйшн. Хвост выбежал из драки. Убивает Тома. И это мега гриппы. Но все еще пока не до конца не ясно. Хвост погибает. В любых остается лишь только Ноуфир вместе с Алохой. Ноуфир убегал. Ну, Суник Вейв. У всех Радиантов есть байбеки. Да. У всех Радиантов есть байбеки. И мега гриппы против комплексити. Вот это матч. 55-я минута матча. Мы видим с вами. 6600 за драку получили комплексити. 12000 комплексити камбэк. Дальше завели 9. Сейчас опять... Ну, по итогу закинули. Да уж. Ну и слава богу. Да, графики просто сумасшедшие. Но, смотри, байбеки сделает... Кто у нас? Все. ВК, СФ. Вообще у всех есть байбеки. А у Тускара нет. А у Тускара нет. Ну, там сейчас у меня скоро мега гриппы дойдут до Т4. Сломают Т4, я думаю, быстрее, чем... Комплексити пытаются пойти в трон. Пытаются, да. Это интересный вариант. Момент, посмотрим. Герокоптер придется что-то продать, чтобы купить себе травела. Байбек делает 4 героя команды. Комплексити пытаются... Летит туда из бласт. Попадает. Надо просто аккуратненько выиграть время, пока мега гриппы зайдут на базу. Да, импайр просто несутся вперед. Кого найдем, того убьем. В данном случае находят эльбичика. Это ол ин. Сзади они так же наступают. Здесь черт знает, что происходит. Ну и показывает фрик. Встревает. Там с ним хваст вместе с резолюшем. Ой, как хорошо. Рэкм оф соус. Сотфор ставится. Отступает. Здесь драк несколько по-другому складывается. Где умирает. Сейчас Алоха идет. Лим. Кулдаун. Среди. Нет, не умрет. Не умрет. Лотун. Ну ничего еще. Ракетка летит в него. И с яйцом еще раз готов. Болит ворваться. Крипы ломают трон. Да, там крипы ломают трон в этот момент. Трон потихонечку у команды комплексти падает. Здесь же пока команда комплексти убили, лишь одного таска не могут затидать. Комплексти не опорта. А трон сейчас вот в воду пойдет. Это победа команды Empire. 56 минут 65-57. Это экшен. Экшен. Как думаешь, в чем была причина поражения комплексти?